Ребят, всем привет! Сегодня нержавейка опять в деле, будем доделать проект, будет много токарки. Перед этим небольшое объявление. Всех приглашаю на свой телеграм-канал, недавно я его открыл. И также предлагаю подписаться на Яндекс.Зен. Все ссылки будут в описании под видео. Но сейчас приступаем к производству нержавеющей стружки. Ее сегодня должно получиться очень много. Ну и побочным продуктом, надеюсь, получится деталь номер 5 нержавеющей кофеварки. Сделаю еще одну деталь, выточу вот сюда. Должно получиться что-то вроде носика. Самое главное, хочу сделать соединение на резьбе, на конической резьбе. Пока концепция у меня такая, чтобы все детали кофеварки были именно выточены и соединения были на резьбе. Вроде пока получается. При нарезании конической резьбы будет довольно-таки большой вылет. Так что для надежной фиксации я выточил оправку и сейчас нарежу ответную трехзаходную резьбу шагом 2 мм. Сдвигаю малую продольную на 2 мм. Раз. Два. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ребята, кто следит за каналом, надеюсь, вы помните мой копировальный столик. Первый раз с помощью него я выточил шары. Потом использовал его для копирования, для точения более сложных деталей. Я выточил на фонарик параболический отражатель. И сейчас буду также его использовать. Попробую с помощью него нарезать коническую резьбу. Это упор, уголок и копировальное устройство на конце подшипника. Сейчас выставлю точно угол. Точно такой же угол, как на кофеварке. В этом мне поможет эксцентрик. Вращая эксцентрик, я попытаюсь как можно точнее выставить упор на необходимый угол. И этот эксцентрик будет также играть роль прижима. Сначала я слегка касаюсь резцом в глубине детали. Теперь вплотную двигаю копир к упору и фиксирую его. А теперь вывожу резец на край детали и тоже слегка касаюсь. Надеюсь, вам виден зазор в пару десяточек. И сейчас эксцентриком я отрегулирую, выберу этот зазор. Есть. Фиксирую. И данную процедуру выполню несколько раз, чтобы угол был как можно точнее. Вроде выполнил все настройки. И смысл в том, что при нарезании резьбы я буду все время немного подавать поперечную подачу. И копир будет просто идти по упору. Сейчас попробую. Вроде все работает. После того, как упор точно выставлен, я опять ослабляю копир. Позиционирую резец точно напротив канавки. Не меняя положение резца, замыкаю маточную гайку. Лимб у меня уже предварительно был выставлен на ноль. И добавляю, заглубляюсь на две десяточки. Теперь можно подвинуть копир и зафиксировать его. Ну и пробуем. Перед тем, как еще заглубиться на одну десятку, я опять ослабляю копир. И добавляю еще десятку. Теперь уже на три десятки заглубления. Думаю, принцип вам понятен. Так, друзья, давайте я вам покажу результат. На мой взгляд, все получилось довольно-таки хорошо. Везде по кругу равномерная резьба. Это, наверное, самая тонкая деталь, на которой мне удалось нарезать резьбу. И, тем более, что она коническая, а деталь из нержавеющей стали. Теперь дело за ответной резьбой. Также от вас не буду скрывать, есть небольшая трудность. Столкнулся я с тем, что не смог открутить деталь нержавейки с оправки дюралюминиевой. Алюминиевая резьба бывает закусывая, такое происходит. Но, надеюсь, когда я выточу ответную деталь, я вот здесь расточу, ослаблю это место и откручу без повреждений. Ну, пока так. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, заготовка на оправке. И точить я ее буду со смещением центра. Для чего, вы узнаете немножко позже. Ну, а первым делом нужно нарезать ответную коническую резьбу. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь вот здесь вот, где будет резьба, делаю угол 3 градуса. Все готово к нарезанию конической резьбы. Буду делать по той же схеме. Здесь я настройки не менял. Ну что, давайте наконец-таки проверим, что у нас получилось. Я уже немножко подгонял на десяточку, уменьшал длину самой резьбы. Попробую исправить свою ошибку. Напомню, не могу я выкрутить оправку. Попробую ее аккуратно расточить. 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 операция прошла успешно хочу проверить не повреждена ли резьба нет все отлично попробую открутить есть продолжу обработку растачиваю внутри все лишнее вот предварительно что получается и сейчас переворачиваю и растачиваю вот с этой стороны итак друзья наконец-таки я закончил точить эту деталь все получилось деталь очень тонко стенная боялся что не получится ну как вы видите все успешно интересно какая это вообще на стенке ровно один миллиметр ну и кульминация теперь самое главное чтобы деталь не повело и все осталось точно и также закручивалась вроде пошло вот уплотняется и ну как то так попробую налить воды посмотрим какая струя как хорошо вода выливается отсюда ну в принципе все отлично у меня был план на тот случай если бы вода разбрызгивалась и текла по стенке я хотел здесь сделать углубление либо как-то запрессовать либо нагреть и тут немножко сделать углубление но насколько я вижу все и так прекрасно работает и соберу воедино посмотрим как выглядит кофеварка сейчас вот как-то так будет закручиваться там еще будет прокладка вот уже что-то вырисовывается предвижу вопросы олег почему ты нам в перчатках показываешь ребят для вас специально чтобы видео было красиво потому что руки на нержавейке ну оставляет очень некрасивые отпечатки осталось совсем немного сделать ручку и крышку и будем варить кофе на сегодня у меня все всем пока ребята подписывайтесь на яндекс дзен на телеграм скоро увидимся